Привет всем! Какое-то время назад я раскрывал тему, которую я условно назвал полубрак. Даю ссылку в углу. Сказав о полубраке, невозможно не сказать и про вторую половину этого же явления, которую я условно называю полуразвод. В принципе логично, что где нет настоящего брака, там не может и быть настоящего развода, но все-таки я немножко про другое явление. Полуразвод это такое состояние в паре, когда один, это скорее всего мужчина, все еще ощущает себя женатым, а второй, и это чаще всего женщина, ощущает себя в разводе и свободной. Конечно, в современном браке женщина никогда и не бывает не свободной, но все-таки она себя держит в неких рамках, если это хоть сколько-нибудь вменяемая пара. То есть построить женщину в современной системе некому, единственный, кто может ее построить, это она сама. И она себя до некоторой степени строит. Но когда она подает на развод, а как вы знаете, что это там по разным подсчетам 75-90 процентов инициаторов это женщины, то она таким образом как бы морально снимает с себя вот эти ограничивающие рамки, в которые она себя какое-то время ставила. В принципе, если задуматься, то сам механизм алиментов подстегивает к такому восприятию послебрачных отношений. Можно сказать, что механизм алиментов заставляет мужчину находиться в состоянии мужа в смысле обязанностей. И даже хуже, чем мужа, потому что у мужа, например, таких обязанностей по умолчанию нет, как алименты. Здесь муж становится чем-то вроде финансового донора. То есть лишен всякого человеческого достоинства, всех своих прав, там, включая родительские права, по факту, да? Но сохраняет финансовые обязательства и при этом не просто сохраняет, а ему предписывается. Не он выбирает, что и в какой мере делать и как там выполнять. Ему идет конкретная четкая команда, что он обязан делать. Бывшая жена, в свою очередь, никаких обязанностей не несет. И даже те, которые формально вроде бы несет, типа, например, обязанность не препятствовать общению. Вы все знаете, как эта обязанность исполняется и какие в законе существуют меры для того, чтобы заставить их исполнять. Практически никаких. Это декларативная норма, так называемая. Даже чтобы заставить выплатить ее несчастный административный штраф за неисполнение судебного решения, нужно семь кругов ада пройти и заплатить она в итоге тысячи полторы рублей. Из ваших же денег, что особенно прикольно. Но это что касается формальной, юридической стороны вопроса после развода. Я же хотел сфокусироваться в основном на моральную и психологическую. Итак, нередка ситуация, когда мужчина заканчивает брак с сильнейшим чувством вины и с желанием, если не исправить все и не вернуть назад то немногое, что было, то хотя бы как-то скомпенсировать, смягчить вот этот вот психологический удар, который постигает всю семью. Особенно это касается детей, конечно. И что может получиться по факту? По факту мужчина продолжает выполнять роль приходящего мужа. Те, кого вызывают, когда нужно что-то там, повесить полку, переставить компьютер, просверлить дырку в бетоне, собрать мебель из икеи, за это все нужно платить деньги. И если в целом назвать, как это называется в виде услуг в интернете, то это называется муж на час. Когда говорят, что муж ничего не делает по дому, то вот достаточно зайти и посмотреть, что делает муж на час, и все это имеет свой прайс. Я, к слову, какое-то время подрабатывал этим сам мужем на час. В общем, это хорошая подработка. Конечно, на основную деятельность это не тянет, но как подработка вполне. Те вещи, которые все раньше воспринимали как само собой разумеющиеся, оказывается, они стоят денег. Даже шоппинг в икее. Я уж молчу там про сборку мебели, настройку компьютерной техники и прочее. Так вот, все это мужчина продолжает выполнять. То есть, по запросу или без запроса он приходит в свой бывший дом, где живут его дети. Будем надеяться. Хотя это, конечно, без гарантии. И выполняет все то, что он бы делал, если бы он там жил. Но самое главное даже не это, а то, что он именно ощущает себя как все еще состоящего в неком союзе. Человек, состоящий в неком союзе, он считает обычно, что он имеет некоторые обязанности и права, и по отношению к нему имеются некоторые обязанности и права. И он продолжает исполнять вот эту вот модель по накатанной, по инерции. У него уже нет штампа в паспорте, и ему много раз сказали все, что о нем думают, и как его воспринимают в этом доме. Но тем не менее, в голове он все равно продолжает быть мужем. Мужем именно де-факто. Можно даже сказать, что после развода такой муж становится даже идеальнее, чем был до того. То есть его даже кормить не нужно. Он просто появляется из ниоткуда, делает то, что от мужчины требуется, и исчезает в никуда. Ему не нужно там ни готовить, ни стирать, ни гладить, вообще ничего. И место в квартире не занимает. Для такого мужчины бывает часто довольно болезненно узнавать и тем более осознавать. Обычно, конечно, осознание проходит через фазу отрицания. Он узнает о том, что уже есть другие мужчины, один или больше, которые не несут обязанностей, обычных мужских обязанностей по дому, но при этом получают все права, которые вроде бы как должны были бы быть у мужа. Это только звучит смешно, но по сути ничего смешного в этом нет. У этого бывшего мужа действительно возникает ощущение, что ему изменяют с каким-то там новым мужчиной. А если дети с этим новым мужчиной общаются, то и дети изменяют. По факту так. Конечно, старая психологическая ловушка здесь состоит в том, что он с чего-то думал, что женщина хоть когда-то была в каком-то смысле его. Она ему в каком-то смысле принадлежала. На самом деле, конечно, если задуматься, то понятно, что никогда она ему не принадлежала и ничего не изменилось. Ни до того, как они расписались, ни после того, как они расписались, ни после того, как они развелись. Его положение абсолютно одинаково психологически. Только теперь у него появились еще формальные юридические обязанности. То есть я к тому, что не очень корректно говорить об какой-то измене там, где никогда не было никакой принадлежности. Никто никому не присягал. Эту тему я тоже разбирал. Смотрите ссылку в углу. Суть этого психологического феномена именно в том, что женщина с ним развелась или даже никогда и не выходила за него замуж. Поскольку на самом деле, конечно, замуж женщина может выйти только у себя в голове. Больше нигде. По крайней мере, в России сегодня. Если она и была за ним замужем у себя в голове, то она уже в голове развелась. И скорее всего, произошло это задолго до развода фактического. Как правило, эта фаза предшествует там на год или больше. То, что называется психологический развод. Надо будет как-нибудь про это поговорить. А муж со своей стороны не только с ней не развелся. Он может наоборот думать, что он только-только вступил в полноценные брачные отношения. То есть он на ней женат, а она свободна. Вот что такое полуразвод. Естественно, такие отношения неравноправные. Участники в них неравноценны. Один из них находится в положении диктатора, второй в положении подчиненного. И это означает, что такие отношения являются разрушительными на самом деле для психики всех участников. И тех, кто подчиняется, и тех, кто командует. И если у женщины есть хоть какое-то чувство справедливости, какое-то ощущение морали, то она бы понимала, что что-то здесь не так и сама должна была бы остановить такое поведение мужчины. Но в реальности, поскольку вот этого внутреннего чувства справедливости его не было ни до брака, в период ухаживания, когда должен быть некий паритет вложений с обоих сторон. И эмоциональных, и материальных, и так далее. Какое-то равновесие, какая-то гармония должна быть. И внутри брака, и тем более после него. Особенно, если сам человек был инициатором развода. Так вот, в реальности, если мужчина попадает в такое положение, когда он считает себя все еще женатым, то женщина скорее будет стараться как можно дольше пользоваться этим положением, пока, что называется, крыша на место не встала. Это может сопровождаться всякими комплиментами, восторженными отзывами, сказать, да, он такой настоящий мужик, он не забыл про своих детей, он заботится о том месте, где они живут, хоть там уже и не живет, он супер. Это может произноситься вслух. Про себя женщина при этом говорит что-то вроде «битый небитого везет». Помните сказку? «Битый небитого везет». То есть, выполняя эту роль для такой женщины, этот самый бывший муж опускается еще ниже в ее глазах. То есть, он представляет себя дураком, на котором можно ездить, и он этого не понимает. То есть, он психологически слабый, он зависимый, он неуверенный, он с комплексом вины. И при должной сноровке все это можно конвертировать в какие-нибудь плюшки. Материальные и нематериальные. Ситуация становится прямо-таки саркастической, когда у мужчины появляются, например, уже новые отношения. То есть, он вот живет со своей новой женщиной, либо общается на регулярной основе. Может быть, даже у него появилась уже вторая семья, и может быть, там тоже есть дети. Но при этом, с известной регулярностью, он ходит в другой дом и продолжает делать там что-то, что должен был бы делать какой-нибудь, условно скажем, муж. И, конечно, у вторых жен это вызывает, ну, как минимум, недоумение. А если женщина вторая похожа на первую, то просто желание загробастать этот ресурс себе, а не разбазаривать его. Это же время и скиллы. Они могли бы работать уже в этом доме, а они продолжают расходоваться куда-то там. Это непорядок. Чисто экономический непорядок. По факту получается, что такой мужчина-двоеженец, которому, правда, ни одна из жен ничего не должны. Только он должен. Такая полигамность наоборот. Вообще, на послеразводную ситуацию очень тяжело смотреть взвешенно. Для этого нужно время, для этого нужно успокоение, для этого нужна некоторая дистанция, чтобы стало видно картину в целом. И, конечно, из такого циркового положения, битого и небитого везет, нужно выходить. Здесь применима примерно та же логика, которая применяется при ухаживании. При экологичном ухаживании. Не стоит бегать за человеком, для которого вы никто. Не стоит задабривать или покупать человека, которому вы никто. И тут нужно еще понимать, что если бы у человека была совесть, он бы сам вас остановил. Он бы сказал, нет, извини, вот я этого принять не могу. Либо вообще не могу, либо больше не могу. Но именно сам факт, что человек продолжает поддерживать такие явно неравноценные отношения, он и говорит о том, что решение расстаться на самом деле было правильным. Потому что в общении этот человек не экологичен. Он не понимает, что такое равновесие. И это бы все равно плохо кончилось. Просто в другой ситуации могло кончиться еще хуже. Например, у вас случилось бы что-нибудь со здоровьем или с экономической ситуацией. И вас бы слили. Это был бы вопрос времени, но вас бы слили. Как опознать, что вы находитесь в состоянии полуразвода? К сожалению, скорее всего, в острой фазе вы этого просто не увидите. Вам об этом могут сказать люди со стороны, кто-то из наблюдающих. Ваши знакомые, родственники. В идеале, конечно, психолог. Это тоже некая вода. И вам, как рыбе, трудно ее увидеть. Потому что вы в ней живете, и вы в ней плаваете. Поинтересуйтесь у кого-то из вашего окружения, кто знает примерно стиль ваших отношений. Спросите, нет у них ощущения, что вы находитесь в браке с той женщиной, а женщины с вами нет. Вообще, развод – это ситуация, которая многих приводит к красной таблетке. И один из главных эффектов красной таблетки. С одной стороны, вы понимаете, что вам никто ничего не обязан, никто ничего не должен. Это одна сторона медали, довольно печальная. Но есть и другая сторона медали. Вы тоже никому ничем не обязаны. Вы можете делать, если хотите, если у вас есть такой внутренний позыв. Но вы не обязаны. И меньше всего вы обязаны воспринимать абсолютно чужого человека, как суррогатную жену. Наверняка у вас есть знакомые в состоянии полуразвода. Но, скорее всего, призывами к какому-то разумному взвешиванию вы им помочь не сможете. Это некоторая фаза, которая в разумных количествах даже полезна. Но когда она перерастает, некоторый порог – это уже как вредная привычка, как курение или алкоголь. С ней человеку никто не поможет, кроме него самого. Основная ирония, конечно, в том, что все это иллюзия. Это была иллюзия и осталась иллюзией. Просто одна иллюзия перешла в другую. Сначала человек галлюцинировал то, что он женат, а теперь он галлюцинирует то, что он не разведен. И то, и то галлюцинация. Съесть красную таблетку – это и означает перестать галлюцинировать. Да, это в чем-то печально. Но это также и очень сильно освобождает. Тут должен был быть какой-то итог или вывод. Но, честно говоря, я не знаю, что здесь сказать. Думаю, что тема камбэков, желание склеить разбитую чашку, что-то там вернуть, сделать второе рождение – все это, наверное, родственное явление. Это желание удержать вот эту вот теплую, приятную, привычную иллюзию. Желание не просыпаться, не вылезать из-под теплого одеяла утром. Но настоящая свобода – это свобода внутри. Из-за нее, бывает, нужно страдать гораздо дольше и бороться гораздо больше, чем за внешнюю. Всем пока, удачи, гармоничных вам, балансных отношений. Субтитры сделал DimaTorzok